Традиционное августовское совещание прошло в минувший четверг в зале администрации района. На совещании присутствовали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главы сельских поселений, педагоги района, ветераны педагогического труда, работники управления образования. Открыл мероприятие начальник управления образования Кассия Киргашев. Мы рады приветствовать вас перед началом нового учебного года на традиционном августовском совещании педагогических работников района актуальной состоянии и задачи развития муниципальной системы образования Кассия Киргашев на 2017-2018 учебный год. Сегодня будут подведены итоги прошедшего 2016-2017 учебного года, определены приоритетные направления деятельности и задачи системы образования. Ежегодно в преддверии нового учебного года мы собираемся, чтобы дать оценку деятельности системы образования района за прошедший учебный год и обсудить задачи дальнейшего его развития, говорит Кассия Киргашев. Он доложил присутствующим о том, как прошел учебный год в районе в целом. В 2016-2016 учебный год завершили 3175 учащихся, из них на отлично окончили 431 учащихся, на 4,5776 человек. В целом по району успеваемость составила 99,6%, а качество знаний учащихся 38%. Средний показатель успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года по району повысилось 0,8%. Средний показатель качества знаний, наконец, в 2016-2017 учебного года по району возрос на всех уровнях обучения и составило 50,3%. Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, как и в прошлом году, это доступно качество, эффективность образования. Развитие муниципальной системы образования идет в условиях введения новых федеральных государств образовательных стандартов, формирования эффективной, независимой системы оценки качества деятельности образовательной системы. Ключевые показатели развития определены майскими указами президента Российской Федерации в 2012-м году. Дальнейшее выполнение которых является для нас приоритетом и в новом учебном году. В истекшем году в муниципальной системе образования была организована работа по решению конкретных задач, сформулированных в рекомендациях августовского совещания 2016 года. Поставленные задачи решались в рамках муниципальной целевой программы муниципального образования Кашкабрского района, развитие системы образования на 2014-2018 годы. Основным механизмом получения информации о качестве образования является государственная токровая аттестация выпускников, проводимые оценочные процедуры на школьном, муниципальном, региональном и российских уровнях. Но результаты государственной токровой аттестации выпускников, как мы все понимаем, закладываются задолго до перехода учеников в 10-11 класс. К сожалению, результаты девятиклассников даже по основным предметам значительно ниже, чем ожидалось. 25 из 299 классников не получили аттестаты об основном общем образовании. В итоге, по сравнению с прошлым годом, показатель успеваемости учащихся в девятых классах значительно снизился. Учитывая это, в новом учебном году предколлективом всех школ предстоит серьезная работа по повышению качества подготовки выпускников основной школы. По достижению объективности и соответствии с знанием ученика оценка. Государственная токровая аттестация показала необходимость дальнейшего совершенствования системы подготовки учащихся к экзаменам. А именно, более качественной, индивидуальной и дифференцированной работы с учениками, постоянной конкретной работы с родителем, работы по повышению мотивации учащихся, усиление контроля за эффективностью оцениваемых знаний обучающихся. Но надо эту работу, нужно начинать с классов, именно здесь, с начальных классов, а именно здесь закладываются основы для успешного обучения. Поэтому требуется совершенство основных образовательных программ, формирование системного мониторинга качества образования начальной школы. Далее присутствующих педагогов поприветствовал глава района Заур Хамильзов. Очень рад видеть ветеранов педагогического труда моего коллеги, наставника Амапии Полетовича Шовгенова. Я вижу Виктора Ивановича Мистеренко. Дай Бог вам здоровья. Сегодня мы подводим итоги уходящего учебного года. И не может не радовать тот факт, что результаты сдачи ЭГЭ за последний год идут на улучшение. Но я не стал бы обольщаться, потому что все равно зачастую эти результаты по разным предметам, они ниже региональных. Поэтому есть к чему идти, есть к чему стремиться. Одни и те же школы показывают стабильно хорошие, высокие результаты, одни и те же школы показывают низкие результаты, причем по одним и тем же предметам. Что не может не огорчать. Это говорит о том, что в одних общообразовательных школ налажена системная работа, в других это работы или нет, или она идет очень плохо. Поэтому у меня убедительная просьба и к начальнику управления образованием, и к работникам управления образованием, к директорам общообразовательных школ. Пожалуйста, изучите все эти материалы и давайте идти в ногу со временем. Нам, вам, никто не позволит не давать детям те образовательные услуги, которые мы обязаны давать. Я подчеркиваю, мы, потому что и дошкольно-образовательные учреждения, и среднеобразовательные школы – это муниципальные учреждения. Поэтому администрация района несет ответственность за то качество образования, которое именно вы даете. Конечно, подводя итоги, нельзя не сказать о том, что вот я смотрю наивысшие показатели по разным предметам. Очень хорошее показатель у первой школы, очень хорошее показатель – вторая школа. Вот наивысшее количество баллов, я смотрю, вторая школа там. Очень неплохие результаты. Уважаемые коллеги, все равно, несмотря на все трудности, я горжусь вами. В наше непростое время вы делаете очень огромное дело. Поэтому сегодня я хотел бы в преддверии 1 сентября поздравить всех с начала моего учебного года, пожелать всем вам, всем нашим коллективам здоровья, счастья, успехов, получия. Я надеюсь, мы все будем делать правильные выводы. Мы даем не только образование, но и все время должны заниматься самообразованием. Поэтому в преддверии нового учебного года я всем желаю, чтобы наши результаты все время не улучшались, а улучшались. Спасибо всем, спасибо за внимание. Александр Брянцев, в свою очередь, также поприветствовал участников августовского совещания. От всей души хочется поприветствовать всех преподавателей нашего района, ветеранов педагогического труда. Наверное, сегодняшнее мероприятие дает, несмотря на то, что 1 сентября остались считаны дни, но сегодняшнее мероприятие дает, наверное, официальный или неофициальный старт нового учебного года. В преддверии которого хочется вам от всей души пожелать, прежде всего, здоровья, большого жизненного терпения, удачи, благополучия, пожелать вам хороших, прилежных учеников, которым вы будете от всей души отдавать свои накопленные знания, делиться своим жизненным опытом и пожелать того, чтобы в конце учебного года вы непременно порадовали нас своими успехами и достижениями. Удачи вам в новом учебном году, всего самого хорошего. В обсуждении доклада приняли участие директора и ведущие педагоги. Цель современной школы – создать условия для самореализации и осознанного личностного самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами и подготовить на этой основе выпускников, готовых к жизни, открытом, меняющимся мире. Для этого в рамках каждой школы необходимо создать условия для обновления содержания образования, позволяющие реализовывать новое качество образования и воспитания. Минического средства обновления ресурсов школы для формирования личности, подготовленных к жизни в современной мире. Для успешного внедрения ПВОС мы проанализировали внешнюю и внутреннюю среды школы и получили четко определенные результаты. Когда-то Сент-Экзюбери сказал, что величие всякой профессии заключается в том, что она объединяет людей. Общественные педагогические организации являются эффективным инструментом для решения многих вопросов образования. Одна из таких организаций – это клуб «Учитель года». Вот уже второй год я возглавляю Кашеклаповский клуб «Учитель года», который объединил учителей, работающих на территории района, и которые являются победителями или призерами профессиональных конкурсов, таких как конкурс «Национальный приоритетный проект образования» и конкурс «Учитель года». Традиционно на совещании были отмечены ветераны педагогического труда. От лица администрации им были вручены цветы. Глава учителя Гринцева, возникновение военного проекта «Учитель года» и «Учитель года» и «Учитель года». «Учитель года» на «Учитель года». Слово для выступления представляется Амаде Варене Шагенко. Я отвлеку вас немножечко от этих цифр. Когда говорят ветераны педагогического труда, это значит, что человек работал долго в мире в школе. Действительно, я работал долгое время, более 45 лет, из них 40 лет работал директором школы. Работал в разных школах в Чечене-Душете по направлению, 5 лет работал. Работал в своем родном ауле в Личепсин, школу строил новую. Работал в казино-кушерской школе, тоже школу строил. И, наконец, в Вольненской средней школе я ушел, так сказать, на заслуживание. За долгие годы работы все было. И разочарование, и обиды, и несправедливости, к сожалению. Но радости было намного больше. Уважаемые коллеги, я от всей души поздравляю вас с началом. А августовское совещание, между прочим, считается началом учебного года. Начало учебного года. Пусть этот учебный год будет радостным, светлым, счастливым для нас всех. Успехов вам! Заместитель начальника управления образования Эйма Пештикова зачитала рекомендации на будущий год. Немаловажную роль в образовании играет воспитание и продвижение молодых кадров. Ежегодно на августовском совещании принимали в большую педагогическую семью района молодых специалистов. Сегодня мы хотим возвратить эту традицию. Для этого мы приглашаем винового Александра Петровича, который внес списочный состав «СОЖ-7» учебный форматик Анатольевна Екатерина Евгеньевна. Право вручить трудовые книжки представляется директором СОЖ-7 и 10. От лица молодых педагогов, хоть у нас сегодня немного, хотелось бы выразить слова благодарности всему коллективу педагогическому Башхабарского района за такой теплый прием в большую педагогическую семью. От нас обещаем стараться выполнять все нормативы, ВОСы и попытаемся оправдать Ваши надежды. Спасибо. Завершилось мероприятие награждением заслуженных и наиболее отличившихся педагогов. В награждении приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и начальник управления образования Косей Киргашев. Продолжение следует... Продолжение следует...